Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в StarSable Online. Посмотрим, что нового нам добавили на этой неделе, какие скидки пришли и на каких лошадок, какое сюжетное задание к нам вернулось, скажем так, ну а также, какая порода ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или седлайте своих коней и... Поехали! Новостей очень много, и все они достаточно хорошие. Начнем с приятного. Сейчас стартовала акция скидок на трех пород. Это у нас, конечно же, Пейнт Хорс, состоящий на ранчо Старщайна. Теперь у них скидка, и они стоят 600 Старкоинсов. Следующая порода это Квотро Хорсы. На них скидка до 60-20 Старкоинсов. А также кучерявая лошадь. На нее скидка до 510 Старкоинсов. Так что, если данные породы вам интересны, и вы хотели давно их себе купить, но все никак не накапливаете большую сумму, пока что есть возможность купить за меньшую. Теперь следующая новость, более приятная, но все равно значимая. Буквально недавно нам меняли значки Старкоинсов и Шиллингов. Так вот, теперь их поменяли еще раз. Прислушавшись к мнениям игрока, которые оказались очень разнообразными, принято было решение поменять не только цвет, но даже и форму валют. Так что теперь кружочком со звездочкой у нас осталось Старкоинсы, а шестиугольничком медного цвета с буквой J у нас теперь Шиллинги Юрвика. Почему решили все-таки поменять форму, а не только цвет? Как выяснилось, было много сообщений от игроков-дальтоников, что из-за того оттенок совпадал, они не различали ничего, кроме разницы в буквах. И было принято решение оставить звездочку и поставить буквы. Так что теперь, если вы вдруг поедете на коневозке, то даже невооруженным глазом вы точно не припутаете, какую валюту нужно будет тратить для вашей поездки. К нам приехали гонки лошадей Юрвика. В этот раз они тоже находятся на ранчо Старщайн вместе со скидочными лошадками, и Гельмера Гадер привез для нас скачку для, опять же, некоторых пород. Но в этот раз это чисто вестманские лошади. Лошадь кучеравая подходит сюда, американский Квотерхорс или американский Пейнтхорс. Данные породы вы сможете побыстрее прокачать с помощью этой ежедневной гонки. Ну а теперь безумная новость для любителей сюжетки. Хотя я, лично прошедшую всю сюжетку, забыла о том, что кое-какой персонаж уехал по неизвестным делам. И вот сейчас нам только спустя, не знаю, полгода, наверное, добавили сюжетку, или даже больше, по его возвращению. Чтобы начать эту сюжетку, вам нужно будет просто проходить сюжетную линию с духовными наездниками до тех пор, пока не уедет Герман. После этого она сразу же и начнется. Чтобы ее продолжить, нужно приехать в конюшню Юрвика и поговорить с Лизой Петерсон на старщане. Вы только-только вылезли из библиотеки? Ну что ж, разворачивайтесь и приезжайте обратно, так как у Миссис Холдсворт появился новый кусочек истории, связанного с Джоном Ярлом. Если вам интересна эта часть сюжета, то, пожалуйста, открывайте Форт Марии, и Миссис Холдсворт будет вас ждать. Ну а теперь, что же ждет нас на следующее неизделие? А ждет нас просто самое желанное и, мне кажется, долгожданное обновление в ноябре. Это приезд бельгийской полукровной лошади, необыкновенной масти, и выступе по высшему разряду. В общем, обновление будет, мне кажется, очень интересным, веселым. Ну а там посмотрим, что же будет дальше. Ну а в принципе, ноябрь будет каким-то просто на фэшн-конном уровне. А на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Ой, и удачи вам в библиотеке Форт Мария. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!